Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ботаника». И с вами снова я, Алена Пескова. Композиция классической формы всегда радует глаз простотой, ясностью и гармонией красок. Кто сказал, что осень – это холода, сырость и опавшие листья? Для флориста осень – это яркие краски, желтые, красные, оранжевые цветы и сочные плоды с деревьев. Сегодня я покажу вам еще одну композицию в осенних тонах. Для нее мне понадобится стеклянная ваза, розы, кустовые с тигровой окраской, альстромерии, желто-оранжевого цвета, седу, а также маленькие яблочки. Основой композиции будет стеклянная ваза, наполненная водой, с чего я, собственно, и начну. Заполняем сосуд. Я заполняю вазу практически полностью. И теперь моя задача – наполнить ее яблоками. Убираем самые красивые. Выполняем вазу яблоками полностью. Я думаю, что так будет выглядеть красивее. Если на яблоках есть листья, удаляем их полностью, чтобы они не испортились в воде и не испортили мне всю картину. Думаю, я оставлю небольшое пространство между яблоками, опустившимися на дно, и плавающими наверху. После того, как мы закончили с яблоками, нужно закрепить оазис, в котором будут располагаться цветы. Для этого подойдет обычный пластиковый поддон. Они продаются в магазинах, где есть пластиковые горшки, земля и все для цветов. Желательно, чтобы поддон по размеру соответствовал верхней части вазы. И в поддончик я размещаю оазис в заранее вымоченной воде. Нужно подогнать его по размеру, чтобы он плотно был установлен в поддоне. Для этого я немного нажимаю на него, закрепляю его здесь. Нужно немного подровнять форму оазиса, чтобы было удобнее размещать цветы. Для этого срезаем 4 куска с верхней части. Таким образом, разместить цветы в этом оазисе нам будет намного проще и удобней. Теперь я устанавливаю поддон с оазисом на верхнюю часть вазы и одновременно приклеиваю при помощи конкурс скотча. Оазис и к вазе, и к поддону. Закрепляю его. Приклеиваю скотч крест-накрест. Теперь переходим к цветам. Для начала мне нужно скрыть оазис и поддон. Для этого лучше всего использовать какую-то пушистую зелень. В моем случае это будет фисташка. Эти пушистые веточки идеально подходят для этого. Я нарезаю небольшие кусочки фисташки и располагаю их равномерно по поверхности оазиса. Заодно я задаю форму будущей композиции. Для начала расположите зелень по всем сторонам оазиса, так чтобы у вас сформировалась форма круга, и вы сразу понимали, где и сколько нужно ставить. Так будет проще сориентироваться. Сразу же на глаз определяйте длину веточек и смотрите, чтобы форма получалась ровной. Когда координаты заданы, гораздо проще создать ровную форму. Довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит то, сколько цветов вам придется потратить на композицию. Если заполнение будет равномерным и ровным, возможно, цветов понадобится меньше. Ну вот, как видите, мне удалась более-менее равномерная шарообразная форма. Теперь приступаю к цветам. Главным цветком будет роза, поэтому я начну с нее. Мне кажется, вот эти розы очень осенние, у них такое сочетание цветов, поэтому они у нас будут основным элементом композиции. Отдельные цветки я распределяю по всему шарику. Желательно так, чтобы у нас и сверху находились цветы, и располагались чуть ниже 90 градусов. Вот таким образом. Ну и сейчас все увидите. Не забываем про то, что сначала нужно создать форму. Точно так же, как мы делали с зеленью, располагаем точки координат, и потом уже заполняем более-менее равномерно цветами. Удаляем с ножки цветка лишние листья. Не забываем опускать цветы чуть ниже 90 градусов. Желательно не располагать несколько одинаковых цветков так, чтобы они выстраивались в прямую линию. Лучше стараться, чтобы везде было что-то вроде зигзага, какие-то группы, по два-по три цветочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда с розами закончено, переходим к лестромерию. Лучше всего выбрать растения с самыми длинными цветоносами. Это важно, так как располагать их в композиции будет не очень удобно. Отрезаем лестромерию нужной длины и располагаем между розочками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно так же группами равномерно по всему шару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Света лестромерия хороша тем, что могут сохраняться довольно долго, как в композиции, так и в букете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забываем и про бутоны альстромерии. Их так же можно добавить в композицию, для того, чтобы придать ей немного естественности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже не забываем про нижнюю часть. Нужно закрыть поддон, закрыть анкор-скотч, чтобы ничего не было видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как оранжевые цветки альстромерия оказались на своих местах, самое время разбавить эту яркую композицию чем-то нейтральным. Поэтому я возьму седу. Вот такое неприметное растение с маленькими цветками и нежно-малиновыми кончиками. Седом подчеркнет тот оттенок, рядом с которым он располагается. Если я поставлю его рядом с красной розочкой, то, скорее всего, кончики будут казаться красноватыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно совсем немного, кое-где добавить, в качестве нюанса немного приглушить яркие цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что имеет смысл нарушить спокойствие этой композиции при помощи ниспадающих элементов. Пара-тройка веточек плюща обязательно сыграют свою положительную роль. Плющ мы также располагаем в оазисе, так, чтобы он мог питаться водой и долго оставаться свежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете заметить, что эти веточки придают композиции дополнительный объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Форму плющу можно придать, слегка сгибая его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, посмотрите, что получилось. В классической форме я добавила немного необычный элемент яблоки в воде. И сразу она заиграла и стала смотреться намного интереснее. Если у вас появились вопросы по поводу составления композиции, заходите в мой блог на нашем сайте загородевиз-тв.ру и задавайте, я обязательно на них отвечу. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! Увидимся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маша, это тебе! Спасибо! Раз, и закусить есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова